Вот здесь на Думе была вторая скупка. Смотрите, во-первых, кириллица, во-вторых, пароход какой-то советский. Эта котлетная была местом, где встречались воры и опера. А прозвище у него было Ленин. Ленин? Ленин. Лысый. Проститутки, девки. Они заходили с фирмой. Галюра – это такое место фарцовщиков. Невский – это не только работа с иностранцами. Невский – это колоссальный аквариум хищников. Здесь все пожирают друг друга. Да, в Петербурге наступила весна, и теперь мы скользим. Куда все катится? Ответ на этот вопрос вы можете понять в Петербурге, потому что все катятся по асфальту. Евгений Вышенков – легенда, можно сказать, Петербурга, Ленинграда. Мы были недавно в гостях у Фонтан-Геру, и там его видели. И сейчас мы с ним пройдемся специально в центре города. Такой, ну, в данном случае, я думаю, это будет пост новогодний же выпуск, потому что я был уже после Нового года. Евгений нам расскажет про ряд особенностей города и этого места. Значит, в какой период примерно? 70-е, 80-е. 70-е, 80-е года. Да, то есть это, вот я сейчас быстренько поставлю такой отрывочек из улицы Разбитых Фонарей. Ну, из торгового за торговлю, я не понял. Я был фарцовщиком. Слыхали что-то такое? Да, то есть это и включая фарцовку. Ну, отправимся в добрый путь. Скажи, пожалуйста, ну, я так понимаю, что Дворцовая площадь была тоже ведь определенным местом притяжения для определенных слоев населения? Так, разумеется. Первое, мы сейчас будем идти и увидим очень мало иностранцев. А может быть, кого-то увидим. Представим себе конец 70-х, 80-е годы. Здесь практически одни иностранцы. Вот все вот это вот и там, где стоит замечательная вот эта горка-развлекуха, заставлены автобусами. Это вся география. Начиная от Швеции, заканчивая Грецией. Абсолютно все. Ну, наверное, попадается японец, ну ладно. Про Швецию подтвержу, потому что как раз моя барышня Сесилия Линстранд, которая потом работала вице-консулом, она мне рассказала, как она в 80-е годы приезжала сюда как раз вот. Да, и здесь возникает вопрос. А как бы вот эти вот все ребята, зачем они едут в империю зла, в место холодной войны, где КГБ, где коммунисты и так далее. Ну, первое. Это такая, для них это была такая Северная Корея, вот, но где весело. Где весело и безопасно. Относительно к Северной Корее. Безопасно им говорили. Второе. Это очень дешево. Да, это очень дешево. Когда они сидели в ресторане, общались с нашими девчонками, что-то продавали, покупали, это были абсолютные копейки. И, разумеется, им русский музей, Эрмитаж, это разумеется, но дело в том, что увозили они оттуда не впечатление о Дворцовой площади. А что здесь много ума не надо? Доехал до Парижа, посмотрел на Эфелеву башню, вот тебе и все впечатления. Чем ты отличаешься от еще миллиарда человек, да? Они приезжали оттуда и рассказывали про... Ты представляешь, да? И там было все, кроме архитектуры и искусства. Ну, понятно, железный занавес, интернета нет, и все живут какими-то мифологемами. И тут они приезжают и рассказывают. Да, и, разумеется, Невский проспект. И Дворцовая площадь тоже. Это было место экскурсионного обслуживания, так называлось. То есть, так называемый объезд. Объезд состоял Исаакиевский собор, Стрелка Васильевского острова, Дворцовая, Петропавловка, Смольнинский собор. Да, это объезд. Это как бы их обязательно возили вот так вот, да, и показывали все наши точки. И уже на этих объездах они получали все, что им причитается. И здесь есть такой абсолютный символ, который миллион раз повторяет слово форцовщик, форца. Как профессионал. Да, извините, если кто не в курсе, Евгений, он обладатель абсолютно уникальной биографии, потому что он работал как в правоохранительных органах, так и в тех структурах, против которых эти правоохранительные органы боролись, и даже умудрился присесть, а потом стал мега востребованным журналистом и автором. Вот даже книг он мне одну сегодня преподнес. Вот. И, то есть, сколько я не разговаривал с людьми случайно, да, мы можем, вот, было бы время поговорить. Сказали, вот что такое форцовщик, особенно у молодых. Ну, среднее нам бы сказали так. Ну, это такой вот антисоветский элемент, который что-то там покупает у иностранцев джинс и мальборо, а потом их теперь продает дороже, и вот это вот, он берет в карман, тогда это было плохо, а сейчас вроде это бизнес и так далее. Этому способствуют различные фильмы с теляги и так далее, и так далее, да. То есть, вот это вот, вот вся эта история. И получается, что, как бы, ну да, тогда запрещено, а сейчас-то нормальный парень, да, тем более джинс не было, все это было дефицитно. Так вот, вот это все категорически не так. Значит, как? Да, форцовщик это некая собирательная такая Кока-Кола, вот, а сами ребята, они называли себя центровые, вот, и там было все, кроме честной покупки и честной продажи. Ну, как они выцеганивали у иностранцев, можно даже у Довлатова почитать. Да, то есть, как бы, вот это слово честно, оно, оно не было, именно благодаря этому и рождалось мир приключений. Потому что, если ты приехал куда-то, у тебя честно что-то продал, честно что-то купил, а в чем, ну, в чем приключение-то, да? Это просто бизнес? Да, это просто бизнес, там, ну, ладно, там не принято на улице, там, не в магазине и так далее. Вот, и форцовщики делились там на ломщиков, на... А, ломщики-то, которые купюры... Да, 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 покажи. На тех, кто работал там с такими-то деньгами, на валютщиков, на таких-то, на... Вот, сейчас мы расскажем. Это все было вот такое вот... О, вот оператор чуть и не стал героем очередной заметки «Фонтанки.ру». Если, если мы будем падать, обязательно включим этот фильм. Да, конечно, конечно. Даже с изречениями... У нас все без купюр. С изречениями после падения. Черт помери! И Евский проспект, разумеется, первый, он всегда первый. Мы сейчас вначале... Только, единственное, давай мы все-таки не будем переходить здесь, потому что показать это место, которое мы направляемся сюда. И здесь первая точка Невского проспекта. Это было то, что помнят и знают все. Это слово «Березка». Магазин «Березка». Вот мы сейчас находимся, напротив, сейчас подойдем. Столовая, 24 часа. Это был магазин «Березка». Что это такое? Это вход за границу, в некий мир. Сказку. Сказку капитализма. Да, советский человек, советский человек, он проходит мимо вот этой надписи «Березка», он видит некую витрину, он видит какие-то полки, где стоят какие-то видеомагнитофоны, и он туда никогда не зайдет. Как? Он никогда не побежит через границу по камышам. Ты знаешь, я вот всегда рассказываю, что очень долгое время, оператор, покажите, вот там столовую номер один, сейчас как раз автобус отъедет. Вот очень долгое время сохранялся такой комплекс боязни зайти в гостиницу, особенно дорогую, подписать. Разумеется. Во-первых, не пускали. Да, и как бы, когда вот к нам в 90-х годах приезжали молодые, там, американские студенты, и мы идем, а они одеты, как обоссанные бомжи, и они говорят, а пойдем зайдем в туалет европейский. Вот так вот встанем. Да, вот. Да, вот березка. То есть, советский человек идет, он даже не смотрит. И открыть дверь и зайти, это нужно быть духовым таким вот, зайти, что-то придумать, я не туда попал, но это не важно. Вот. Что это такое? Это товары. Это сувениры, палех, черная икра, некая какая-то дорогая водка, какие-то балыки, то есть то, что продают, то, что наши, да? Да, матриошки какие-то, а также начинаются духи Шанель, туда-сюда, сигареты Мальбора, там, салем и так далее. Вот. Вопрос. Да, это как, ну, приехал француз и пойдет покупать сигареты. Вот так вот он может купить сигареты Мальбора. Вот. Разумеется, цены там были зазеркальные. То есть там, допустим, шкатулка палех там стоила, там, 400 долларов. Обалдеть. Ну, что-то такое, раз и все, все. Вот. И, но тем не менее, это было очень важное место. Как оно работало? Первое. Проститутки, девки, они заходили с фирмой, да, туда. И говорили. Фирмана, допустим, это иностранцы. Да, иностранцы. Вот это, 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 это. Как бы ничего незаконного нет. Это же он покупает, да? Ну, а вот он своей знакомой. Но все равно, как бы она туда заходила уже. Также могли зайти те же фарцовщики. Ну, вот. Как бы нельзя покупать у советского человека, да? Нужно показать паспорт. Но план туда-сюда, он мог зайти в эту мышеловку. План имеется в виду план продаж. Да, план продаж, да. Зайти в эту мышеловку, что-то купить такое там, чего нету на Невском проспекте. Дальше начинается история воров. Это сейчас карты, тут же смс-ка и так далее, и так далее. Тогда никаких телефонов не было. У фирмача дергали лопатник, там кредитная карта. Отдавали нужному человеку. А нужный человек – это уже центровой, который в шикарном плаще. Он пахнет хорошо, у него волосы, у него маникюр. И он, у него какие-то калифорнийские права. Он туда заходит, так уже, ну, он иностранец, да? Он отдает эту кредитку и говорит «это, это, это, это». Вот, и когда этот иностранец вечером, может быть, дозвонится до какой-то страховой компании и так далее, и так далее, тут уже все хорошо. Вот. Это такой вот был мир. То есть… Советский человек, он вообще же не представил, что такое кредитная карта. То есть план «Березки» делали проститутки, фарцовщики, воры. Вот я как раз хотел спросить, что неужели иностранцы реально заходили туда и покупали сигареты? Нет, нет. Какой хрен они им нужны? Нет, конечно. И, как бы, сейчас расскажу такую историю. Я еду на оперативной машине, вдруг я вижу, как в «Березку» заходит такой шикарный… Ну, я чувствую, что он где-то итальянец такой, да? И наша девка, а я ее знаю. А я как-то настроение хорошее, думаю, сейчас, ну вот. Хотя, ну, как бы ничего незаконного нет. А, кстати, тогда можно было уже парковаться здесь. Да и машин-то не было, да? Да, вот к тому. Да, и машин-то не было. Вот. Я так подождал, она что-то такое выбирает, он ей дает, ну, условно говоря, там, 100 долларов, и она отдает. А я дурака валяю. Я так раз, я говорю, опаньки. Она, что? Я говорю, все, сделка. Хотя это чепуха никакой сделки нету, потому что это государство. Я говорю, все, попали мы. Я говорю, пошли, пошли. Она говорит, как, так это я это? Я говорю, все, Магадан. И, как бы, я так серьезно, вот, этот иностранец в ужасе. И здесь происходит, и она всю жизнь запомнила. А она в таком, в таком платье, таком дорогом, вот, платье. А в магазине-то никого нету. Она посреди магазина так отходит от меня, встает, поднимает платье, встает на колени и говорит, Женя, Христом Богом тебя прошу, не сажай. Ну, вот. Я говорю, ну, тебя дура. Я говорю, ну, что ты так устраиваешься? И ушел. Так вот. На всю жизнь. И она так вот проникновенная. Я ее загрузил так. Так вот, этот иностранец увез следующее. Представляете, он где-то сидит и говорит. Пойдемте, Тихонечка. КГБ. Да? Да. Меня чуть не арестовали. Да, чуть не арестовали. Молятся на них. То есть, он, как он рассказывал, да, вот, про эту историю, да? Давай. Это... В магазине. В магазине. В магазине, да. В магазине, ты прикинь. Вот. И вот, вот, что он увез отсюда. Да? За какие-то копейки, за гроши и так далее. Вот это чувство. В общем, она самая настоящая adventure. Да. А вот это вот, значит... Ну, укажите дом Бавильгера, пожалуйста. Кассы аэрофлота знаменитые. Еще недавно они были кассами аэрофлота. Всю жизнь кассы аэрофлота. Вот. И здесь... А до того, как появился интернет, все же ходили, покупали, да? Конечно. Здесь была такая толкучка постоянно. Здесь очень много было людей. Прямо на углу. Да, прямо на углу вот это самое. Здесь очень много. Пойдемте покрасить, мужики. Спасибо. Работаем, работаем. Давай, ему тоже надо план делать. Все, все. Ему тоже надо делать план. Я даже не выкину, а честно положу в карман. И здесь толпились всегда очень много людей. И, соответственно, это... А все кто? Все с деньгами, все покупают билеты и так далее. Здесь это чисто воровская история. И здесь случилось такое знаковое событие. В конце 80-х я присутствовал на одном совещании. И начальник тогда полиции не было, начальник РУВД. Он говорит, слушай, я поймать не могу. Чего постовой постоянно стоит у нас около кассы? Кто его поставил? Он говорит, он же там 6 лет уже стоит. На кой хрен он там стоит? У нас постов не хватает. Выяснилось. Воры. Там толкучка. Они дергают лопатник. Лопатник, если кто не в курсе, это кошелек. А там начальник РУВД уезжал в отпуск и покупал билеты. С отпускными совсем, значит, у него дернули. Он пришел, устроил байдос целый, что у меня полковника, ну все, 5-10-е, обобрали. Ну вот. И потом этих воров не искали, поговорили с ворами и сказали, слушай, как бы, да, ребят, вы не знали, ну он же в гражданке, не знали. Он говорит, а когда Ксиву, когда Ксиву нашли, знали, он говорит, ну как бы, ну да, все обратно. И он, значит, они вернули. И он со злости, значит, сказал, что вот советские люди, значит, и он поставил постового. И этот постовой лет 5 стоял. Но он же был фактически свадебный генерал. Да, то есть он здесь стоял. Вот это такое место чисто воровское было. Ну вот. А вообще, вот отсюда с морской, да? Ой, сейчас, извини, покажи представителя новой современной мафии по отъему денег у туристов. Вот он идет. Красавчик. Вот они, кони современные, которые у вас, вот. А вообще оттуда, отсюда начинались иностранцы, они шли, ну, Астория, да? Ну да, Астория, да, Астория дорогая. Да. Вот. И они как бы начинали гулять, вот эта дорогая фирма отсюда. Поэтому, грубо говоря, от Астория их начинали уже хватать, да? Объясни, что значит хватать. Ну, надо понимать, что все сделки, все, что связано с иностранцами, оно было не только там антисоветским, там, с каким-то душком, да? Оно было в прямом смысле незаконным. 88-я статья Уголовного кодекса «Незаконная валютная операция». Первая часть была до 8 лет, а вторая часть была до 15, а до этого до вышки. И 88 лет на 8, говорили, да? То есть, валюта – это атом в руках. Это не шутки. То есть, когда мы говорим о фарцовщиках, да, о том, что они делали, это запах каленого железа. Это не просто вот как вот, ой, хотите это, хотите то, вот лошадью хожу здесь. Нет, то есть, он каждый день рискует, вот каждую минуту, у него глаза на затылке. Вот, он одет, он только вечером одевает, ну, какую-то одежду фартовую, а так он абсолютно плюс. Надо понимать, что с иностранцами надо разговаривать. Они знали там минимум по три языка, минимум. Некоторые по 8 языков знали. Ну, это же получается такая своего рода элита. Да, ну, конечно, элита. Очень предприимчивые, образованные люди. Это не просто там чейндж. Это нужно что-то пошутить, поговорить, четко понимать. Это итальяха, это такое-то, это такое-то, да? То есть, разбираться в особенностях менталитета. Да, на кармане нельзя. Взял валюту, значит, ее нужно тут же прятать. Мы сейчас поговорим и так далее, и так далее. То есть, это рисковые ребята, рисковые. Потому что Невский простреливается постовыми, но с ними как раз решался вопрос полностью. Вот. И с нами. Ну, мы так спецотдел назывались. Ну, спецами и называли, да? Вот. И, как бы, вот группа, группа идет. Шесть-семь человек. И вот в группе он, да, он, ну, вот все он делает, да? Тут же, тут же он смотрит. Направо, налево и так далее, и так далее. Это очень серьезная история. Ну, вот. И. Дальше. Поэтому вот этот вот символ такой, такого парня, хорошо одетого, с платочком, в каком-то модном там зауженном, он идет такой, ну, где-то его там поймают комсомольца, подстригут. Не-не-не, ребята. Это про тюрьму, да? То есть, там была четкая конспирация. Слушай, а что ты хочешь сказать, что в Советском Союзе кому-то заносилось вот этим постовым? Да, значит, если мы говорим, слово «коррупция» это не было, оно какое-то безвкусное слово, коррупция, да? Значит, Невский – это не только работа с иностранцами. Невский – это колоссальный аквариум хищников. Здесь все пожирают друг друга. Здесь все друг друга жирают. Это бары, проститутки. Бары, проститутки. То же самое менты. Первое – постовые. Да, это патрульно-постовая служба. Они все хорошо, то есть, с ними вопрос решался. То есть… Ну, а как это решался? Решался очень просто. Значит, всех основных постовые знали. Это Куйбышевская РУВД, да? Было тогда, сейчас не было центрального района, Куйбышевская РУВД была. И расстановка постовых в нужных точках зависит от командира. Я скажу, это серьезная история, потому что тебя могут поставить охранять райком партии Белозельских… Белозельских дворец, да. Вот и будешь стоять, козырять 8 часов, пока проходят уважаемые люди. Все, дружок. А тебя могут поставить на Дворцовый, тебя могут поставить у гостиницы, у Астории и так далее, и так далее. Это другая тема. Ну, я абсолютно ответственно говорю. Итак, берем зарплату начальника управления КГБ Ленинграда, Ленинградской области. Ну, допустим, 600 рублей. Генерал. Это все равно это очень больший. То есть это… Ну, это человек, который так вот посмотрит, и тебя уже нет, да, как бы, да, все просто посмотрел на тебя курс. Не знаю, 600 рублей. Ну, постовой 50 в день он имел. Дальше, конечно, кое-что. Да, надо понять, еще объяснить, особенно молодому поколению, средняя зарплата в Советском Союзе. Да, средняя зарплата. Где-то там 80. Да, средняя зарплата. Ну, прочный инженер в начале пути зарабатывает 120. Вот. Дальше, как передавали. Ну, как правило, как правило, дай закурить. То есть, подходит там начальник, там спички есть, он дает спички, ну, коробок спичек, зажигалка-то. Такая зажигалка-то была… Ой, это редкость, да. Ну, вот. Он отходит, спасибо. Засовывает туда там 10 рублей или 5 рублей, в зависимости от этого. Спасибо, командир. Да. Вот, это через спичные коробки все передавали. Ну, закури по такой теме, да. И их задача была не прикрывать. Вот, условно говоря, здесь же была, как бы, не пешеходка, а здесь была улица. И вот задача – встал и идет спиной. Работаем, поворачиваемся, ну, не надо наглеть, да. Про зажигалку тоже всегда рассказывали историю. Тоже Сесилия мне говорила. Она приезжала в 80-х годах. Ее всегда везде… Вот она… Они садятся там за стол, куда-то. Ее всегда спрашивают, а можно твою зажигалку взять? И она долгое время не понимала, что это за прикол. Ну, в смысле, это просто, ваше зажигалка. А оказывается, что, ну… Я, кстати, делал выпуск, и мне там, ой, мне там прилетело от знатоков, что, типа, ой, да везде были зажигалки, да вот, то-се, пятое-десятое. Ну, кого-то, конечно, они были, но в основном народ, естественно, пользуется спичкой. Да, мы мыслим. Поэтому, разумеется, Невский работал так. Опять же, а, допустим, там, постовые, там, новостроек, они вообще не мыслили такими категориями. У них был совершенно другой подножный корм, да. Здесь Невский – это колоссальная биржа подпольная, которая работала. И тот же фарцовщик или те же, там, центровые – это люди, которые жрали друг друга, то есть, обманывали друг друга и так далее. Сейчас поговорим. Вот тут вот еще коснемся. Сейчас место подойдем. Да-да-да, тоже знаменитый угол. Да, как раз напротив Вольфа и Веранжа здесь была вот булочная. А это была котлетная. Да-да-да, даже я еще помню котлетную. Эта котлетная была местом, где встречались воры и опера для разговора серьезного. То есть, они там решали вопросы, как нужно все решить без привлечения внимания. Да. Кое. Мы сейчас вот так, как раз на пятачке встанем в безопасности. Да-да-да, вот там. Здесь очень удобно. Дело в том, что... Давай, прямо встань, снимай ее. когда мы говорим воры, да, то это на тот момент это особая каста, это такие реальные блатные, которые живут черной жизнью. Именно поэтому вообще в фильмах мы можем смотреть, что воры в законе, как правило, карманники. А почему карманник, а не там налетчик? Потому что карманник рискует каждую минуту. А квартирный вор раз в месяц поставил хорошую квартиру, да, и отдыхает. И карманник может сказать, да, а сколько у тебя, да, а сколько у меня. Вот. И воры всегда там иногда разговаривают, говорят, вот там, он там вор, какой он ворон, крадун. 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 Украл там кошел. Крадунишки. Вот. И мы здесь с ними встречались в этой котлетке. Для чего? Возникали какие-то конфликты, при том, за ними работали, их сажали, это, ну, реально. Вот. И одна история была, украли лопатник у какого-то, как в фильме французского посла. Это было что-то. Такое впечатление, что, не знаю, бомбу взорвали. Какой-то КГБ, какой-то оперштад, какой-то кошмар, кошмарный начался. Вот. Найти. это сейчас какие-то камеры есть. Тогда либо ты карманника берешь, но мы его не могли брать, только опера специальная. Либо ты берешь на кармане, либо не берешь. Все. Вот это вот вчера было, ну, смешно. Ну, это вообще, это незаконно, это смешно. И я говорю, ну, бред какой-то. Ну, найдем мы, допустим, его и, ну, даже если он признается, это, ну, ничего не значит. Найти. Мы собрали всех. Я пришел, а там был стальной такой, Берл, Толмачев, Хабарик, ну, такие серьезные пассажиры. Вот. Мы, значит, котле, а там котлеты такие были, если алюминиевую вилку втыкаешь, она так, вам даже так гнется от этой котлеты. Я хочу напомнить, что посуда-то в основном во всех столовках была алюминиевая, во всех пионерских лагерях, во всех школах, да, их скручивали вот так вот иногда. И, значит, собрали, мы говорили, парни, тема серьезная. Ну, вот, я говорю, слушай, ну, такое творится, ну, ужас какой-то. Ну, вот, какие-то оперштабы. Я говорю, давайте, значит, решаем вопрос, да, и, значит, и Стальной мне говорит, Жень, давай четырех глаз поговорим вот так вот. Я говорю, Все отошли на другой столик, и он мне говорит, вот я тебе говорю, и я тебе этого не говорил. Сделали мы. Я говорю, Стальной. Я говорю, ну, я говорю, и, а что, он говорит, мы лопату сделали и сразу ее отдали. Мы даже не открывали. Я говорю, а о чем вообще? Видишь, что? Он говорит, Габы, ЧК нас попросила, Женя. Нифига, вот это расклад. Пойдем. Я говорю, то есть, я говорю, слетей, он говорит, из большого дома вышли, попросили, дали наводку, мы подошли, там, ну, мы оформили. Он говорит, я даже не открывал. Вот. Я говорю, так. Ха-ха, вот это поворот. Поэтому, говорит, вы там, ну, вы между собой как-нибудь, а, парни. Ну, вот. Я говорю, что такое? И у меня, у меня был опер, хороший, живой, в год безопасности. Мы их не очень любили, но, у меня было... как это всегда было, и они вас не очень любили. Я через несколько дней, они все топят, там, найти, там, обезвредить, вот все это, все это ерунда. Ну, вот. И я к нему подхожу, говорю, слушай, меня терзают смутные сомнения. Вот. Я говорю, слушай, такая история, он так шел, около гостиницы, никого не было. Слушай, какая-то странная история, ну, вот какая-то. Ну, вот, я говорю, а может быть, это, я говорю, какая-нибудь ваша спецгруппа из Москвы приехала, там, может быть, это какая-то контрразведывательная операция. И он так, на меня так, ну, а что ты намекаешь? Я говорю, слушай, я намекаю на то, что если, как бы для Родины это нужно, было, но это вам вине. Я говорю, что мы, что вы нас-то давите? Ну, вот. Ну, вот. И он, говорит, слушай, я все понимаю, вы бумагой набивайте оперативно-поисковое дело, да? Ну, фактически признался. И чем это все в итоге закончилось? Ничем? Ну, ничем, конечно. Ну, придумали вот эту муклатуру, собрали там, 4 тома, поискового какого-то дела, бредового, и закинули. Вот. Вот, сейчас мы подойдем, где Марчеллис, А это был магазин рыба. Да, это магазин рыба, это дом Мертенса, друзья мои. Этот магазин очень долго существовал. Это важная история была. Да. Но здесь даже, я думаю, мы можем в следующем сезафоре перейти туда. Давайте вот здесь встанем и такая красная и постоим скидать. Ой, я пока расскажу, а потом перейдем, чтобы закончить. Так вот, была такая традиция, она была, я думаю, с 60-х годов. Было три парадных в городе Ленинграде. Парадная аптека Пеля, парадная на Лизы Чайкина в Петроградке и парадная на это у нас было не софтнировка, это было Желябово. Желябово. Пеля, это на Ваське. Да, на Ваське. Это обычная парадная. Первая дверь, вторая дверь, а между ними такие какие-то доски заколоченные, ну, что-то такое неряшливое. А, туда скидывали. Да, с варами была договоренность. Если партбилет либо военный билет, да, либо паспорт нафиг вам не нужно, вы кидаете туда. Там вот за эти доски они кидали в три парадных. Вот. И опера, когда к ним приходили, заявы, потому что просто там, ну, ведь что такое украли? У меня украли кошелек. Паша, обожди, подожди. Ты видел, как у тебя украли кошелек? Нет. А почему ты считаешь, что у тебя украли кошелек? Утерял кошелек, да? И так. А когда партбилет, ну, человек воет. И проходили парадные. Тут надо, понимаешь, пояснить, что потеря партбилета, ведь сейчас не понимают, что это партия, это же просто трындец. Ты пишешь объяснительную, тебя там ставят на вид. Ой, это жесть. И брали этот партбилет, потом говорили, вы знаете, там, Иван Иванович, подняли всех. Вот. Ну, еще он там коньяк приносил и так далее. Это была такая штука. Магазин рыба. Здесь, разумеется, был такой же дефицит, но так как это центр Ленинграда, вот такой вот магазин-магазин, то здесь продавались белковая икра, не черная, а белковая икра. Она черного цвета, она стоила рубль одну копейку и продавался рыбный паштет. Да, я его помню. На рыбном паштете почему-то был нарисован осетр. Центровые покупали эту белковую икру и осетра, ну вот, а при том, это... А, делали из нее черную икру? Нет. Нет? Паштет, он был, он стоил какие-то там 40 копеек, братцы, ну, на облезке сейчас ты его открываешь, там такая воня оттуда шла. Но осетр, они закупали здесь и втюхивали иностранцам, разумеется, как черную икру, разумеется, да, и разумеется, как осетра. Осетр, осетр, осетр был. Видишь, суслика нет, а он есть. Табош, моржа была такая. Вот, это белковая икра, она стоила рубль одну копейку, пахла бензином, ее делали откуда-то. Ну вот, а точно такая же баночка икры, допустим, в березке, она стоила 15 долларов, а они продавали за 10 долларов. 10 долларов по курсу, допустим, по черному курсу это 40 рублей, то есть 40 раз. то есть, грубо говоря, в честную икру никто не продавал. А дальше тема такая. Это тоже по Невскому штыряем, я захожу, я вижу, он берет, ну, центровой берет, ну, штук 10 у них паштетов. Все понятно. Я говорю, опаньки, не знаю. Вот. А прозвище у него было Ленин. Ленин? Ленин. Лысый. Я его вытащил, он все понимает, я все понимаю, ну, дурака валяем. Я говорю, Ленин, я говорю, что это такое? Он говорит, слушай, ну, так и так вот, люблю. Я говорю, да что ты? Я говорю, давай есть. Он говорит, так открывашки нету. Я говорю, я на улице. А как открыть консервную банку вот сейчас там, как открыть консервную банку? Если тереть ее? Асфальт. Я его так натер. На, говорю, жилье. Он говорит, ложки нету. Я говорю, руками. Ну вот. там центровые собрались, что-то самое. Ну вот. Один идет, двое идут каких-то ломщиков. Они говорят, что происходит? Говорят, цирк. Ну вот. И он давится вот этим партюром. Что это такое? Это такое развлекуха. Жестокий ты человек. Заставил есть советский продукт. А сейчас мы идем к месту, которое так и называлось Кавказ. Вот Казанский собор. Никто не говорил Казанский собор. Все говорили Кавказ. Но не потому, что там были кавказцы. На углу был ресторан Кавказский культовый и гриль-бар Кавказский. Ресторан Кавказский это вечерняя вечерняя жизнь. А гриль-бар это дневная история. Кавказ был точкой две были точки к Думбе мы подойдем Кавказ был точкой скупки валюты. То есть все кто скупали несли как бы перепродавали. Потому что сама валюта она не очень была нужна. Потому что на нее просто ничего не купишь. Не купишь и так далее. Потом не было же мысли уезжать куда-то за границу. Это сейчас тоже сложно понять что вообще выезд простите в КАП в страну это такое приключение. Это экзамены как в университете. Да-да-да Ты знаешь этот анекдот сколько в Ленинграде памятных мест связанных с Ленином? 247. А теперь назовите их все пожалуйста. Вот это вот и был ресторан Кавказский. Вот эти вот все были. Кавказский чем отличался от других? А здесь такие были торговые работники какие-то девки не проститутки но светские львицы вот такого плана. А вот а вот эта вот история вот эта история это грильбар Кавказский. Он работал днем с самого утра здание было в ужасном состоянии да надо пояснить его потом полностью переделали там же смотри и в этом здании работал только два Кавказские Кавказ а там было все там разрушено и здесь стояли здесь стояли уже скупщики машина стоит где-то там у них деньги на кармане деньги и он стоит и к нему подходят то есть все друг друга знали что у тебя допустим там 800 чехонки финских марок там 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 6000 там итальянских лир там 200 баксов так там калькуляторов же не было так 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 столько он говорит добро он ему отдает не считал никто да потому что все это незаконно он отдает тут же пересчитал отдал смотрит чтобы за ним не стояли заходит куда-то внутрь и прячет в этом разрушенном доме но были и те кто смотрел как прячет ну и так далее и так далее все это вот акулы друг друга жрали вот а уровень уровень заработка это следующее я буквально присутствовал при этом один из центровых был такой коперник ну вот он он в честную вообще для него ну вот скажи ему в честную купить чтобы заработать ему не интересно ну вот знал семь-восемь языков был такой как такой спившийся преподаватель литературы ну вот вот девять утра коперник похмелюги ну он еле живой он просто еле живой он заходит в грибар тот закрыт там-то монана такая была барменша наливай монана берет водки наливает ему стакан при том водка ее уже значит ну допустим она на рубль налила коперник 10 рублей отдал он берет стакан водки засадил собрался он выходит отсюда а здесь идет толпа французов напустим чек 10 и он выходит нырк туда и вот это французский разговор что-то такое шуточки французские хороший курс туда-сюда 5-10 и я специально взял покажу можно было они иногда ломали то есть как бы за одну пачку кидали другую давали но он работал ломали имеется сгибали специально взял это это с тех времен а он им сует югославские динары югославские динары почему смотрите во-первых кириллица во-вторых пароход какой-то советский 20 значит спортивная сумка югославских динаров она стоила допустим там 50 долларов ну вот потому что у них какая-то безумная инфляция была там допустим у них там им выдавали зарплату там 6 миллионов динаров там и так далее ну вот пойдем пускай и так далее и вот он он сует им за 800 франков югославские динары то есть он зарабатывает заработал примерно примерно 900 рублей обалдеть это больше ребята помните чем зарплата начальника кгб 900 рублей он заработал это условно говоря за 6-7 минут после стакана водки слушай но тут же логично возникает вопрос а куда они эти деньги тратили такие деньжище очень очень важная очень очень важная история для центра кто это придумал мы никогда не узнаем называлось это так получишь долю с барклай де толя это в общем эпиграф эпиграф Невского проспекта а куда девать значит то есть во-первых запах каленого железа рисковые постоянно постоянно в ментах постоянно какие-то эти самые денег ну сумасшедшие ну все сумасшедшие деньги ну что ты можешь купить ну как-то одеться на вечер ну джинсы ну куртку ну это ну это ну машину через через дедушку который воевал и так далее просто надо пояснить что на самом деле возможности потратить большие деньги в советском союзе были очень ограничены ты не можешь пойти вот так просто купить машину в магазин телевизор цветной его да ты телевизор него цветной просто так пойти и купить и за границей никто не думал какая за границей все здесь есть а фредди такой был центровой фредди уезжал в сочи вот он в пятницу летит в сочи долетит до сочи в аэропорту в сочи в самом погуляет дня полтора и обратно это как в кино а там еще и горе по шью костюм сатливым в Волгу и в Ялту то есть некуда и разумеется все огромные деньги а ночная жизнь кабаки но кабаки это мир дефицита в кабак советский человек в кабак не пойдет ему там нечего делать во первых советский человек и в ресторан в общем-то ходил тут даже не в том что дороговато а в том что это место плохое ему не комфортно потому что там какие-то люди по-другому живут и советский человек он как бы заходит туда и он как бы там у меня была такая любовь Наташа Наташа официантка она когда видела советского человека днем он так подходил и говорила солянка цыпленок табака коньяк трезвездочки пломбир мороженый что еще товарищ ну вот Жень я хочу тебе сказать что на самом деле я уже сейчас чувствую что мы весь твой маршрут сейчас не пройдем но мы обязательно снимем вторую часть поэтому что я я тебе предлагаю дойти до гостинки и там мы соответственно стопорнемся потому что уже часто точно у нас будет называлось это в советское время климатом или это уже больше 90 название нет не называлось но это значит уже наша такая неформальная история это уже моя молодость вот поэтому в кабаки они заходили грубо говоря на дверях уже воротчики стояли заработали мест нету воротчики это охранники мест нету но когда он вечером шел в кабак он уже одетый все его знают он уже как бы идет воротчик уже открывает дверь почему он идет там сразу 10 рублей 15 рублей дал ему он уже официант его знает этот отель знает его так это 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 и началась гульба и вот где-то там в 4-5 ночи там где-то он просыпается какие-то цыгане еще что-то ну какой-то сумасшедший дом ну вот что это такое это какая-то такое это вот этот стресс выходил туда ну они прогуливались фантастические деньги ну вот один один уважаемый такой мошенник его когда взяли значит за ломку денег а он кинул на валюту какого-то хозяйственника и он на суде сказал гениальную совершенно речь вот не было телевидения он сказал что как бы уважаемые судьи вот я обманул его там на 3000 рублей а кто перед нами перед нами завмак зарплаты 80 рублей вот откуда у него более того я что я что с ним сделал я закопал эти деньги я что-то плохое сделал я их пропил я их вложил в советскую советскую промышленность я не понимаю почему я здесь стою а он здесь как бы потерпевший мы должны поменяться местами на самом деле он говорил очень верные вещи хохотал весь зал это речь была такого плеханова слушай буквально пару слов все-таки еще раз поясни ломка денег буквально что это такое потому что то есть мы договорились о сумме какой-то условно говоря что-то там 100 100 долларов стоит там я покупаю за 300 рублей у меня 300 рублей у тебя 100 долларов все дальше я при тебе считаю считаю 300 рублей сосчитал даю тебе но как правило я не доложу 10 рублей на паш ты считаешь считаешь жизнь 290 да брось ну что за ерунда раз значит точно докладываю деньги все 10 рублей видишь все на доложил так давай но я в этот момент даю другие другие деньги куклу я сверху ну нужная купюра а внизу допустим такие мятые рубли и ты видишь что я доложил 10 рублей но ты получил вместо 300 рублей 20 рублей да ну это одна история ломали одной рукой с двух рук и так далее да дыни да вот эти вот динары это а динары назвали дыними да дыними вот дальше тоже кстати успеем значит вот пожалуйста тимак был мы хохотали это типичная советская это какой год у нас это ну как бы послевоенный да 54 облигация да вот это вместо рублей давай я крупно покажу 10-рублевая облигация государственного займа 1954 года ну и здесь правило написано вот ведь многие иностранцы не знали там да вот все все бери вот они вот это наберут этих фантиков ну вот и отдельная тема называлась крузера значит гениальность всегда рождается вот дума это важное место гениальность всегда рождается случайно открытие вот здесь на думе была вторая вторая скупка здесь стояло несколько машин за рулем сидит скупщик заднее стекло открыто жигуля человек подходит и в заднее стекло кидает валюту я говорю допустим там 800 баксов на доверие вот все друга знают я здесь отчитываю отдаю доллары лежат там то есть я их не трогаю ну все знают пришли воры они хлопнули какого-то швейцарца там еще что-то какого-то какого-то серьезного и там условно говоря там 5000 потому что кредит на карт мало уколов там все наук носили а прижали богатые там 5000 швейцарских франков а воры не понимали это сейчас мы можем погуглить не доллары не франки что это такое они сюда слушайте как бы а что это ну кто ж честно это им скажет они говорят слушайте ребят ну вообще ну какой-то фантики какие-то ну дали им там 5 рублей и когда дали они говорят опа и они поняли что центр сам не иностранцы они не знают многих денег и начали заказывать с Латинской Америки почему-то наверное кто-то приехал вот и с Латинской Америки повезли из других стран неизвестные неизвестные деньги вот это это я не помню у кого я забрал и что это такое Никола Финчев нет 2000 евро это болгарский это болгарский а это тоже в Тихево то есть начали начали везти с Бразилии первое первое привезли с Бразилии а с Бразилии там эти эти Крузейра и тема называлась Крузейра то есть и это втюхивали молодым валютчикам которые как бы на Невске пришли как бы мы тоже хотим их подкормили немножко допустим финскими ну вот а потом там так во а че это Крузейра надо брать вот то есть грубо говоря крупные хищники жрали мелких хищников вот ну что к знаменитой галере мы подошли да мы подошли к знаменитой галере но опять же опять же наше понимание то есть как бы галера это такое место фарцовщиков да вот как бы да ну как кратко сказать это не так очень просто ребят каким образом у иностранца у фирмача у итальянца у немца у француза купить джинсы в Мальборо или куртку ну вот он идет потому что никакой немец никакой англичанин джинсы с собой носить не будет бред какой-то да да в гостиницах да там покупали горничные покупали да там и так далее да поэтому вот этот миф о том что на галере на галере продавали там вранглер там в Мальборо и так далее это имеется ввиду вот да 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 это мифология галера продавала только самопал самопал имеется ввиду самостоятельно сшитые вещи как это работало это была это не изученная тема она очень интересна требует научного подхода абсолютно научного я вообще не ибу создал но и так забирали эту историю и гнали ее в Польшу поляки на этот миллион долларов как в картинках гнали сюда контрабанду в Ленинград джинсы фурнитуру какие-то они же всегда первые подделывали какие-то духи свои якобы духи там и так далее и так далее приходят джинсы фурнитура все вот эти вот да все эти вещи здесь на подпольных производствах шьют а это вот эти цеховики цеховики шьют какие-то пустера какие-то майки какие-то джинсы какие-то куртки да они шьют это и здесь уже розница да этикеточки стояли но к иностранцам которые что-то продавали это не имело ни малейшего отношения а как это буквально происходило то есть приезжает сюда какой-то там человек который хочет модно одеться да в основном это приезжие с ведь у нас было много мест те же самые севера да где зарабатывали военно-морские военно-морской флот моряки жены и так далее они знали что здесь продается фирма и здесь стояли как бы вот эти вот ну якобы спекулянты да и можно было всегда договориться ну что нужно да какие-то вещи допустим там свитер футболку прямо здесь продавали если нужно было померить там в парадных и так далее но это не было от иностранцев это было вот вот эта воронка работала слушай ну да это ты разбил очень такой знаменитый миф вот а сами фарцовщики никогда здесь ничего не покупали да если им было нужно они покупали у горничных у проституток и они покупали настоящее настоящее понятно так Женя я предлагаю сделать вот что это было просто феерично и очень увлекательно и самое главное в новом формате не то что ты просто сидишь на стуле что-то вещает Женя сдал много интервью на самом деле на эту тему но мне кажется так даже живее самое главное вы конкретно видите где это все случалось мы обязательно друзья мои продолжим если вы хотите напишите там внизу от себя хочу сказать что вот Евгений Вашенков крайне похвалил мою книгу про пиар во время русско-японской войны она абсолютно научная удивительно сделана популярным образом но оформлена так как будто это это какой-то альбом искусствоведия так что друзья мои вы можете ее купить как у меня после экскурсии так и на сайте точно так же как и путеводитель вот по этому замечательному Невскому проспекту я уже сегодня естественно не скрывался своими комментариями чтобы не сбивать код повествования и мой астросоциальный роман Корень значит пишите пожалуйста комментарии там задавайте вопросы какие-то может пожелания будут потому что мы хотим еще по братве возможно сделать проходочку да вот там по той стороне тоже масса всего было буквоет это офис Нева рядом север тут непочатый край еще ребята прогулок работы мы обязательно это сделаем на этом все увидимся пока и и Субтитры создавал DimaTorzok